Сейчас в угодьях Ленинградской области межсезонья. Охота запрещена. Любой человек с ружьем браконьер. Поэтому инспекторы регулярно проводят профилактические рейды в лесах. Даже припаркованный автомобиль вызывает у них профессиональный интерес. При встрече автомобилей в лесу подобного класса внедорожников, обычно подходим, осматриваем визуально на наличие чехлов от оружия, лыж каких-нибудь, каких-нибудь предметов, показывающих, что люди действительно охотники. По словам сотрудников профильного комитета, в последние два года число нарушителей в 47-м регионе снизилось. Не в последнюю очередь, благодаря широкому использованию цифровых технологий. Каждый государственный инспектор при выезде в лес в первую очередь берет с собой не ружье, а планшет. Специальная разработка отечественных инженеров. Корпус металлический, даже если уронишь, не разобьется. Мощная батарея, чтобы заряда хватило на весь день. А на жестком диске полный набор всей необходимой инспектору информации. Данный планшет подсказывает по человеку, состоит ли он в базе как охотник, выдает номер охотничьего билета, с какого года состоит. Подсказывает также, выбираем из предложенных вариантов статью административного кодекса. По правилам охоты подсказывает. То есть здесь все, подсказочки все есть. То есть исключаются какие-либо ошибки, как в бумажных протоколах. Более того, с помощью такого планшета инспектор на месте распечатывает протокол. Документ немедленно поступает в общую базу. В том случае, если в лесу интернет недоступен, в пакет данных уйдет в виртуальную реальность сразу по возвращении поисковой группы на цивилизованную территорию. Информацию принимают в областном профильном комитете и она сразу обрабатывается специальной системой, которая так и называется «Животный мир». Разрабатывали в Петербурге. Приходилось, так как мы являлись первыми разработчиками, не было там строгих шаблонов введения данных систем. Соответственно, нужно было все разрабатывать самим заново. Разрабатывать интерфейс, разрабатывать вот это вот удобство использования, либо неудобство использования. Ну и частью нашей системы пользуются граждане. Виртуальная система охраны животного мира – программа универсальная. Кроме информации о нарушителях, в базе хранятся данные о вероятных маршрутах диких животных в регионе. На специальной карте обозначены точки на автотрассах, где произошли аварии с участием лосей и каванов. Для региона это настоящее бедствие. В прошлом году на дорогах зафиксировано свыше 200 таких ДТП. Мы выводим наиболее опасные участки дорог, передаем в дорожную службу, фиксируются миграционные процессы. Дальше эта система у нас предназначена для учетов численности охотничьих ресурсов. Пока доступ к полной базе есть только у государственных служащих. Получить такой статус непросто. Сначала надо поработать производственным охотничьим инспектором. Без компьютера эту должность тоже занять не получится. Серьезные мужчины, способные в одиночку справиться с любым браконьером, волнуются не на шутку. Им прицелит тест. Все в той же базе. Животный мир. Административный корпус, уголовный кодекс, правила охоты. В принципе, все. И составление. Как волнуете сейчас? Внутрь. Не может где-то есть. Стараюсь держаться. Теоретически базы, подобные региональные, должны работать во всех субъектах России. На практике такая программа действует только в 47-м регионе. Приезжали посмотреть коллеги из других областей. Похвалили, но говорят, у них подобную систему наладить не получается. К нам почему-то обращались очень такие большие дальние субъекты, где не очень хорошо с интернетом. Поэтому, когда они узнавали, что, по идее, должна быть хорошая зона покрытия для того, чтобы данная система работала, поэтому как-то энтузиазм сразу же уменьшался. Главное достоинство действующей программы – ее доступность. Все данные о лосях и медведях в лесах Ленинградской области регулярно обновляются. Границы угодий четко обозначены, а информация о браконьерах становится доступна со скоростью 4G. Тут, впрочем, могут быть варианты в зависимости от удаленности от када. Леонид Апанасов, Александр Лучкин, Константин Никитин. Вести. Ленинградская область. Продолжение следует...